Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Спасибо большое, что интересуетесь моими проектами. И это видео посвящено новому проекту «Косметичка месяца». Я попрошу вас внимательно посмотреть все тени-однушки, сухие тени, и сделать свой выбор в пользу трех цветов до 5 января. Именно эти три цвета, за которые вы проголосуете, войдут в мою косметичку месяца. А это значит, вы будете видеть новые и новые макияжи и сможете экспериментировать вместе со мной, если у вас будут похожие оттенки. Давайте посмотрим все внимательно. Начнем с теней от «Буржуа». Это номер 03. Вот такой красивый оттенок. И вот так он выглядит при переносе на кожу. Следующий оттенок номер 10. Более светлый, как вы видите, красивый такой молочный. Вот он, второй. Из той же серии «Буржуа» номер 04. Видите, такой непростой очень оттенок, но красивый. И в тоне номер 01. Какой-то обувью я заказывала их на сайте Ламода. Там появился раздел косметики. К сожалению, они были разбиты. Но я их спрессовала. Они тоже имеют такой неоднородный оттенок, очень интересный. Вот такой красивый очень цвет. Итак, 01, 03, 04, 10. Еще один цвет от «Буржуа». Старая и новая линейка отличаются толщиной упаковочки. На первый взгляд тени абсолютно черные. Если набрать их на палец, уже виден немного дуахром. Если нанести их мокрым способом, то они начинают отдавать в зеленые, фиолетовые. В общем, становятся очень необычными. Пользовала их в качестве подводки, кисточкой несколько раз. Мне очень понравилось. «Буржуа», старая серия, номер 06. «Буржуа», пастель «Люмьер». Эти тени уже были в моем проекте. Как вы видите, это толстая упаковочка. То есть, это тоже старая серия. Красивый розово-золотой оттенок. Двое очень, кстати, неплохих теней с Алиэкспресс. Дезет 48. Такое вот молочное золото. Очень красивое. Это 48. Хорошо тушуются, красиво переносятся. Эти уже более такие метные, тоже молочные, номер 43. И тоже посмотрите, как они красиво переносятся. Кремово. 48 и 43. Следующие две контурирующие палеточки. Такие вот от «Эссенс». Матовая версия в номере 01. Цвет можно использовать как основной, под бровь и также как пудру. Он очень хорошо растушевывается. Этот как корректор для заполнения бровей и как тени. И вот так они переносятся на руку. 01. 01. И это уже сатиновая, номер 02. Шоколадным, кстати, брюнетком тоже можно заполнять брови. Также он красиво будет затемнять угол глаза. Ну, а этот цвет незаменимый в макияже. Вы все знаете, что он может быть и хайлайтером, и под бровь, и как основной цвет на подвижные века. В общем, прекрасные, мне кажется, тени. Переносится тоже неплохо. Кстати, темный цвет тоже матовый. Тени от Prestige с сайта iHerb. Называются они 159, номер Blossom. Красивый, модный, очень насыщенный цвет, но тут есть мелкие блесточки. Надеюсь, что они не будут осыпаться на лицо. Вот так красиво он переносится. Престиж. Дву тени от Reluie Pro. Одни в контурирующем красивом серо-коричневом оттенке. И как скульптор их можно использовать и бровь заполнять, и как тени. В принципе, они почти матовые. Я бы даже сказала, что матовые. Номер 12. И эти тени как основной тон можно использовать для легкой растушевки всех остальных цветов. Ну, в принципе, они всегда нужны в макияже. Номер 11. 11. 12. Reluie. Следующий также очень-очень красивый, модный оттенок от Catrice. Vintage of Rose 1010. Очень мне нравится. Очень красиво. Продукт, который присылалась мне в подарок при покупке косметики, это Tester. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Так и не смогла определить в итоге, к какому же бренду он принадлежит. Lip Powder. Насколько я понимаю, это пудра для губ. Но я, конечно, не использую такие вот средства для губ. Мне больше нравятся помады. Но лично для меня это очень красивый цвет в складочку века. Или как основной тон. Очень красивый, нежный, переливающийся оттенок. То, что нужно для нюдовых макияжей. Следующий рефил это Art Deco 3040. Номер очень красивый зеленый цвет. Я думаю, что я бы с удовольствием с ним поэкспериментировала. Очень красивый цвет. Румяна от Evo Mosaic, который я буду использовать как тени. Это номер 09. Я считаю, что цвет именно идеален не как румяна, а как тени. Очень нравятся такие цвета. Все-таки это больше как тени для меня. Evo Mosaic номер 09. Косметика Kiko 02 номер. Красивый хайлайтерный такой молочный оттенок. Вот так они здорово светятся. Очень красивые. Kiko номер 02. Еще одни тени Cushion. Также сам продукт находится, как вы видите, в колпачке. Они невзрачные, но у них очень красивый оттенок. Можно в уголок глаза, можно как основной тон. Очень красивый. Номер уже стерся, но тени Kiko в Cushion одни. Базовый оттенок номер 112 от Vivienne Sabo. Между розовым и персиковым. Красивый оттенок, он слегка сатиновый. Вот такой нежный. Vivienne Sabo номер 112. Следующий тени Cushion. Evo. Продукт внутри. Красивый сверкающий оттенок. Он похож на тени Kiko. Сейчас уже сложно сказать его номер, но в моем проекте они одни, поэтому я думаю, вы не ошибетесь. Очень модный, красивый цвет от NYX номер 70. Смотрите, какой потрясающий, очень красивый, насыщенный металлический оттенок. Переносится прямо как масло. NYX номер 70. И тени от Rimmel, это в номере 80, были мной абсолютно незаслуженно забыты. Очень красивые тени. Также подойдут и как хайлайтер, и как тени под бровь, и как основной цвет. Так, друзья, спасибо большое, что вы внимательно посмотрели это видео. Для меня это важно. Я составляю свою косметичку месяца и прошу вас проголосовать за три варианта из этих 22, которые я вам только что показала. Друзья, я приму любое ваше решение с благодарностью и буду для вас экспериментировать с любыми выбранными вами цветами. Я напоминаю также, что до сих пор продолжается голосование за кремовые тени. Перейдите, пожалуйста, по ссылочке, кто еще не проголосовал. И сделайте свой выбор. Спасибо большое, что вы были со мной. Я жду ваших решений. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok